Итак, дорогие товарищи, я беру кусочек натрия. Это экстремистский кусочек натрия. Он хранится в ксилоле, и сейчас он весь из себя покрыт оксидной пленкой. В принципе, я не буду счищать эту оксидную пленку, потому как все равно сожжете. Но для того, чтобы сжигать натрия, этот кусочек можно порезать на... На две можно даже части. Вот. Обратите внимание, поскольку он мягкий, как пластилин, резать его можно чем угодно. Я его сейчас порезал пинцетом. Вот у нас свежий срез. Он очень быстро покрывается темным налетом. Так, греем. И натрий, и чашка для выпаривания. Натрий плавится. Вот так. Не бойся, не бойся, не бойся. Он не взрывается. Он только горит и разбрызгивается иногда. Ну-ка, убери горелок. Может, он уже загорится? Нет, чего не загорится. Ребята, ну-ка, нужна еще хорошая горелка? Так, убери. Похоже, он нечего не загорелся. Треснулся. Треснул вот эти кольца. Ничего страшного. О, все, загорелся. И вот натрий загорелся. Ну да, и тоже через трещину полез наружу. Ну, он видишь, что спускается вниз и, соответственно, там сгорает. Да, похоже, у нас сейчас уйдут все наши чашки для выпаривания. Похоже, все чашки для выпаривания. У нас не боится, что он прожжет. Не, ну а что он прожжет? Он, мол, упадет в песок. Он может за песок упасть. Ну, сейчас подвинем, чтобы он не падал за песок. Вот стоит. Так, и вот получился желтый продукт под названием пероксид натрия. Вот кристаллическая структура пероксида натрия. Видно, что там есть ионы, содержащие два атома кислорода. Но как доказать химически, что образуется именно пероксид, а не оксид? Вот мы переносим оксид. А ты не хочешь просто пересыпать? Нет. Меня пугают остатки, я не хочу к ним сильно прикасаться. Да ладно. Добавляем соляную кислоту к карбонату натрия и полученный газ направляем на ватку. Смелее, 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 смелее. То есть полученный газ надо направлять туда, где у нас прям вот этот пероксид. Вот прям вот туда вот куда-то его. Углекислого... Вот что-то такое идет. Нет, это значит, он вообще сам загорается, потому что там еще и выделяется тепла много. Значит так, я продукт горения натрия еще раз насыпаю на вату. Прикрываю вату сверху Ватой же сверху прикрываю Накрываю, чтобы вата не улетела А дальше направляю на нее струю углекислого газа из углекислотного огнетушителя И оно загорается, дорогие товарищи Добавляем к пероксиду водорода воду Антон, хватит стараться фигней И вот у нас наблюдается бурное шипение Но точно так же бурно шипеть может и ничего Так, и так, капаем в марганцовочке Ну и покорить, да, и вот наблюдается покоричневение выделения газа, да? То есть с оксидом натрия такого бы не произошло бы И ничего А, чего? Загорелось Натриев хлорид хрома 3 Реакция проходит бурно И хлорид хрома 3 желтеет То есть по всей видимости у нас идет окисление до хромата И там частично окисляется до хромата Частично, видимо, выпадает оксада гидроксидного комплекса хрома То есть нужно больше еще пероксида Чтобы он растворился Так, перемешиваем Перемешиваем Ну да, то есть он желтеет, но видишь, все-таки не до конца желтеет То есть там... О, еще пожелтел Ну похоже, что там, да Похоже, что там перекись разделяется и разлагается Во-во-во-во-во-во Вот сейчас у нас, видимо, избыток Наконец-то мы создали избыток гидроксида Классно! Мы добились этого!